Ну и в заключении давайте опять вернемся к одной из основных тем этого выпуска. Послание президента. Напомню еще одну цитату из выступления Владимира Путина. Одной из самых быстро развивающихся отраслей стала у нас IT-индустрия. И это радует. Объемы экспорта отечественных компаний за пять лет вырос двое. Вот один из примеров. Оборонка. Это 14,5 миллиардов долларов в год. И совсем недавно IT-технологии в этом плане давали цифру, которая приближалась к нулю. Сейчас 7 миллиардов долларов. Конец цитаты. А какое место в этих очень важных процессах диверсификации нашей экономики занимает Петербург? Ведь мы неизменно занимаем все первые места на чемпионатах мира по программированию. Мы лидеры. Сейчас. Петербургские ученые занимаются невероятными разработками, которые скоро сделают революцию в науке. Вот давайте и спросим у тех, кто обучает лучших программистов мира. А когда в нашем городе появится аналог Силиконовой долины? И спросим об этом у ректора ИТМО Владимира Васильева. Человека, который воспитал не одно поколение самых блистательных ученых нашей страны. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что согласились дать нам интервью. Ну, приехали мы к вам с одной целью. Мы хотим погрузиться в мир науки. Мы хотим понять, как воспитывают вот этих программистов, этих чемпионов. И ИТМО в этом плане занимает одну из лидерующих позиций. В мире. В мире даже. Обратил внимание на вот эту надпись. Это больше, чем университет. Да. Что это значит? Первый мая обыграли ИТМО университета, что ИТМО больше, чем университет. ИТМО больше. Мы рассматриваем, что Петербург это наша лаборатория. Весь Петербург. Весь Петербург. Петербург это наш кампус. Не больше, не меньше. Не больше, не меньше. Хотел познакомить с двумя лидерами, руководителями, братьями, наградами. Пульс города. Володя, Александр. Как рождается вот эта вот мысль? А давайте-ка мы изобретем вот это. Или придумаем вот это. Или же вы сидите, ждете, пока не зайдет вдохновение. Или там яблоко пойдет, как на Ньютон. Молодому ученому вот эти вот яблоки сыпятся на голову практически ежеминусно. Вопрос, как их реализовать. Есть какая-то идея, решить какую-то задачу. Ну, я не знаю, лекарство, да, там изобрести. Повысить новое лекарство от тромбоза. Мы не просто хотим сделать лекарство, а чтобы его при помощи магнита можно было доставлять в ту область конкретно, где тромб и находится. Такого препарата на сегодняшний день на рынке просто не существует. Поразите меня, шокируйте. Это и есть то магнитное тромболитическое вещество. Уникальность его состоит в том, что состав полностью биосовместим. Вот это вещество, оно вводится в кровь. И с помощью магнитного воздействия магнитных полей мы можем доставить это лекарство в любую, да, в любую точку организма. По сравнению с теми тромболитиками, которые существуют на сегодняшний день, эффективность в случае наложения магнитного вот этого препарата, она выше в 4000 раз. Ого. Это то, что потом, через некоторое время будет спасать жизнь людей. Из организма человеческих тоже состоит из клеток, включая и раковые клетки. И мы можем тестировать наши новые инновационные лекарственные препараты первоначально на клетках. Владимир Николаевич, а может быть так, чтобы ИТМО и изобрело лекарство против рака? Видов рака достаточно много, 400. Я думаю, что на процентов 5, наверное, мы можем претендовать. Мы находимся на биржевой линии. Предполагалось увидеть что-то такое старое, уже такое обветшавшее. А у вас, смотрите, современные. Этому зданию больше 100 лет. Это бывшая фабрика купца Колесникова. Такой современный дизайн. Но это тоже часть вашей работы как руководителя? Не, ну безусловно. Для того, чтобы обучать студентов, они должны находиться, на мой взгляд, в достаточно комфортной среде. Когда мы догоним Оксфорд, Кембридж, другие университеты? На самом деле Кембридж и Оксфорд, я боюсь, мы станем еще чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Во-первых, они старше любого из наших университетов, как минимум, только сказать, 3 раза. Наша история, царская Россия университетов, особенно Советского Союза, все-таки у нас была фокусировка, то, что было называлось тогда промышленной подготовкой. У нас университеты были сфокусированы на ту или иную отрасль промышленности. Но это интересное наблюдение, которое вы сделали, что действительно узкопрофильные, узкоспециальные какие-то направления. А сейчас 20 первых, все сочетается. Не поймешь, где кончается химия, начинается биология, где кончается физика, начинается, не знаю, там... Конечно, ни в одном университете, вот, англо-саксонском, нету медицинского университета. У нас, как вы знаете, в Санкт-Петербурге целых 4. Целых 4. Я считаю, что в тех областях, в которых работаем мы, и мы не уступаем ни Оксфорду, ни Кембриджу, мы не чувствуем себя, так сказать, дискомфортно. Мы же в этом году, во всяком случае, в области информационных технологий, вошли в сотню, притом не на 90-е, а 56-я позиция у нас. А это физиологический атлас человека. Система, которая позволяет не только реализовать функции анатомического атласа как такового, но и моделировать основные процессы в теле человека. Вот, например, процесс кровотока. Установить тромб. Или, наоборот, устраняем тромб. Для чего? Для того, чтобы врач просчитал набор своих действий. Можно я тоже что-нибудь там, какой-нибудь тромб установить? Классический водопроводчик понимает, что один край трубы должен быть выше, другой ниже, чтобы вода текла. А вот, к сожалению, в теле человека это не всегда понятно. Так вот, здесь это действительно понятно, на таком моделировании. Всё, прощаю. Закрыть измерения. Всё, закрываем. Хватит мучить. Хватит мучить человека. Пойдёмте дальше. Это визуализация процесса выработки решений по предотвращению наводнений в Санкт-Петербурге. Далее. Строится набор планов, по которым уже комплекс защитных сооружений может выполнять маневрирование затворами. Вот Петербург. Вот Кронштадт. Да. Вот дамба идёт. Это течение. Да, потому что Нева работает, видите, стекает. Идёт на огонь волны. Вот, сильное течение на огонь. И пошло, пошло, пошло. И надо закрывать. Уже закрыли. Уже закрыли. А если открыть, давайте. Затопим город. Вот, видите. О, и вот, и сплыл Петрополь, как тритон по поясу в воду погружён. Точно, да? Как у Пушкина. Что мы сделали? Мы чуть не затопили город. Часто говорят о концепции умного города. Насколько это важно, действительно, сейчас заниматься этим проектом и ввести разработки в это направление? Создание комфортных условий проживания конкретного человека. Вот это цель, так сказать, умного города. А вот это, Андрей, покажи, пожалуйста. Ловить людей по трекингу мобильных телефонов не всегда удобно и дорого. А вот, когда они оставляют фотографии, на основе этого можно понять, а, собственно, когда, в какие часы, суток максимально используется, максимально представляет интерес данная территория. Вот это вот как раз Васильевский остров отдельно. Это плотность людей по данным моделирования. А вот это вот, точки, это все возможные их метки в социальных сетях, которые они себе оставляют. Это можно делать в масштабах мегаполиса всего. Понимать, вообще, как живет мегаполис, чем живет. Одним предложением. Что такое фаблаб? Фаблаб – это каворкинг-зона. По сути, такое пространство, куда может прийти студент, аспирант, научный работник. И что, с какой-то безумной идеей? С какой-то безумной идеей. И мы ее реализуем от начала до конца. Покажи-ка некоторые проекты. Из последнего – это безопасный умный дом. Позволяет, соответственно, управлять объектами, которыми вам необходимо, в умном доме. Это, допустим, мой дом. Настоящий. Сейчас поеду домой, надо включить свет. Тык, включил. И здесь же можно отопление включить, да? Да. Через час уже буду дома. Надо подогреть. Нажимаю. Чик. Все. В чем, говорит, на ноу-хау? Разработки именно в безопасном протоколе. Чтобы только вы имели доступ к вашим устройствам в квартире, в доме. Я понял. Хотел бы подчеркнуть, что у нас не один фаблаб. Четыре таких фаблаба. Это открыто для всех. Не только для студентов нашего университета. Это для школьников. Мне кажется, знаете, нужно сделать так, чтобы заниматься наукой было модно. Модно среди многих. Нас встречает не только очаровательная, но одна из самых лучших программисток. Почерк, несмотря на то, что она студентка четвертого курса, но она входит в десятку лучших женщин, программисток мира. Десятку лучших программисток мира. Мира, да. Вопрос, а что такое программирование вообще? Ну вот, я не знаю, это больше математика, это больше искусство. Это воплощение ваших мыслей в реальность. Вот вы придумали что-то сделать. Так. И вы хотите компьютеру передать это. Как-то. И когда вы, то, что вы придумали, воплощаете в жизнь, и это работает по-настоящему. Вот это вот программирование. Понятно. А дальше, что самое классное, любая наука может быть использована здесь. Программисты занимаются во всех практически областях. Ну хорошо, а допустим, а кто еще может составить конкуренцию русским программистам? У нас главные конкуренты, скажем так, в мире, это китайцы. Китайцы. Это скорее соревнования между Россией и Китаем. Не на соревнованиях, а, скажем так, на рынке информационных технологий, на рынке программирования. В дальнейшем, как вы думаете, кто с кем будет биться? Очень много программистов едут работать в Штаты, в Лондон и так далее. Русские программисты тоже уезжают, к сожалению. Но мы стараемся их оставлять у нас, потому что у нас есть в Петербурге очень много IT-компаний. И очень много вакансий востребованных. И зарплата тоже достаточно хорошая. Хорошая, конкурентоспособная, чтобы они здесь оставались. А если говорить в целом по миру, это все-таки Китай, Индия, ну и возможно США, вот какие-то из них. Что нужно, чтобы у нас вот эта все-таки культура была? Создать условия. Создать одно большое IT-мо. Создать, да, создать те технопарки, которые есть. Помочь с точки зрения продвижения того или иного продукта. Я имею в виду, прежде всего, это экспортно-ориентированно, безусловно, продукты. Надо создавать условия, чтобы талантливые приезжали, не только возвращались, а просто приезжали сюда из того же Китая, Вьетнама, Индии и так далее. Вот и все. То есть это надо создать условия. А в чем, на Ваш взгляд, сила и слабость российской науки? Мне кажется, что у нас очень сильная фундаментальная наука, она не растеряла своих позиций в мире. Но то с точки зрения коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, научных исследований. Именно коммерциализации. Вот этой системы продвижения от фундаментального до конкретного продукта или услуги. При этом, наверное, нам надо еще все-таки пока еще учиться. Есть светлые головы, есть фундаментальная наука, да, есть прекрасные идеи. Немножко бы еще системой коммерциализации. За последние 30 лет еще, да, интернета не было, мобильной связи не было, ничего не было. И все так стремительно меняется. И если такими же темпами цивилизация будет развиваться, вот есть ли угроза в этом? Ну, рутинную часть человеческую она может заменить, но то, что, прошу прощения, божественное заложено в человеке, на мой взгляд, ни одна машина не заменит. До конца все-таки человека никогда не поймем, поэтому заменить его просто невозможно. Вот то, что вы говорите, божье начало, да? Да, да. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, какое вообще это удивительное создание человека. Ваша цель, вот то, после чего вы так вытарите пот, скажете, хух, я это сделал и эту жизнь прожил не зря. Пытаюсь сделать все для того, чтобы они, сотрудники все, которые работают в университете, это студенты, это мои выпускники, реализовали свой заложенный потенциал. Помочь им раскрыться. Абсолютно. Вот это содействие. Это вот моя цель здесь, никаких публиков там не совершают, потому что мне это нужно, и я этим живу. Дай вам Бог, удачи на этом. Спасибо. Спасибо, Владимир Кузьмин.